Новая генерация Ford Edge дебютировала на своем родном рынке еще в 2014 году. Стоит отметить, что модель является не очередным плановым рестайлингом, а полноценным вторым поколением. Первое же поколение в России продавалось, правда с большим опозданием. Только к концу жизненного цикла первого поколения модели, Ford начал выводить на российский рынок этот автомобиль. Это чисто американская модель Edge, продавалась она в России только год. В 2014 году Ford официально вывел кроссовер на российский рынок, а уже в 2015 убрал из продуктовой линейки, поскольку продажи оказались слишком низкими. Всего у нас было продано 814 машин. Примерно в то же время в США произошла смена поколений модели. А тот факт, что модель у нас ожидаемо не прижилась, сегодня лишь повышает ее уникальность на дороге. Как это часто бывает на родном рынке, автомобиль предлагался с разными вариантами моторов и коробок. Это V6 различного объема, и самый популярный двухлитровый дизель EcoBoost. В России уже привезли модель только в одном исполнении. С двигателем V6 3.5 литра, мощностью 288 лошадиных сил, с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. На вторичном рынке можно найти редкие предложения о продаже этой модели. Все они 2014 года и ценой до миллиона рублей. Для своей цены машина в принципе неплохая, но есть и свои нюансы, о которых нужно знать при покупке. Например, без милых фордовских мелочей не обошлось. К примеру, передние шаровые опоры штатно меняются в сборе с рычагом, а рычаги не имеют неоригинальных аналогов, радуя при этом своей ценой. Из слабых мест можно также отметить опорные подшипники. Порой их ресурс заканчивается уже на 30-40 тысячах километров, а разрушенный подшипник проявляет себя стуком, который некоторые принимают за неисправность рулевой рейки. Второе поколение избавилось от многих проблем, даже обзавелось заряженной версией Ford Edge. По традиции она получила приставку ST и базируется на рестайлинговой версии второго поколения. Автомобиль был представлен на детроицком автомобильном салоне 2018 года и стал доступен для заказов в дилерских центрах по всему миру. И наверняка автомобиль нашел бы поклонников и в России, так как заряженные кроссоверы пользуются огромной популярностью в нашей стране. Но увы, Ford решил обойти этот рынок стороной. Заряженная версия Ford Edge ST это спортивный вариант, который получил довольно серьезное техническое оснащение, интересный интерьер с карбоновыми вставками и более удобные сидения, а также обновленный дизайн. На дореформенную модель новинка практически не похожа. У нее небольшие каплевидные фары головного света. Они обладают линзованной начинкой и полосой светодиодных дневных ходовых огней. Решетка радиатора выполнена в довольно простом стиле и щеголяет маленьким шильдиком ST, свидетельствующим о горячей технической начинке. Корма также получилась довольно интересной. В глаза бросается небольшой спойлер на крышке пятой двери и два огромных прямоугольных патрубковых лопной системы. Ford Edge ST это среднеразмерный пятиместный кроссовер. Из-за своего обвеса он немного подрос в размерах по сравнению с дореформенной моделью. Клиренс у автомобиля довольно внушительный – целых 200 миллиметров. С таким просветом он с легкостью перенесет поездку по грунтовке, сможет вскарабкаться на высокий бордюр и благодаря энергоемкой подвеске сохранит хорошую плавность хода даже на разбитой дороге с твердым покрытием. Благодаря двум турбокомпрессорам и системе непосредственного впрыска топлива, инженерам удалось выжать 340 лошадиных сил и 515 ньютон-метров крутящего момента. Всю мощь переваривает классический автомат с 8 ступенями и отправляет на фирменную систему полного привода. Также производитель установил подрулевые переключатели, более производительную выпускную систему, увеличенные тормоза и спортивную подвеску. Из прочих инноваций хочется отметить систему активного маневрирования и продвинутый адаптивный круиз-контроль, способный затормозить автомобиль до полной остановки. Ford Edge ST представитель одного из самых востребованных на данный момент классов. У него запоминающийся и стремительный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет заряженную начинку.